и снова здравствуйте продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и сейчас мы уже сделали растирание уже нанесли масло на тело человека да и подготовили его к вибрациям к вибрационным техникам а я вам говорил что у нас практически везде включены вибрации ну вот например когда мы начинаем да мы уже вот начали раскачивать его да это уже мы задаем волну вибрации используем совершенно разные в разных плоскостях в разных координатах да стараюсь все больше и больше расшатать все сочленения позвоночные реберно-поперечные до крестово-воздушные ну и так далее вот первое у нас получается три части в основных техник первое это плоские координаты да то есть параллельно плоскости стола комплементарная плоскость здесь мы проводим движение змейка с раскачиванием да то есть продолжаем за крестец раскачивать основанием ладони и запускаем паравертебральной мышцы мышцам вернее в нашем числе да вот такую змейку то есть движение похоже на двойной кольцевой захват второе один а это было 1b это тряска осины мы единственное движение которое делается наоборот вот нет бедра до который мы обычно делаем от кончиков пальцев для эту руку выпрямляем и вот прямо сейчас попробуйте так сделать видите локоть не трясется плечи не трясется трясется именно пальчики так что их не видно практически уперлись и потрясли почему называется тряска осины ну это условно в качестве эксперимента можете выйти в лес зимний осенний неважно какой-то к орешнику подойти к березе косине до примерно точную звуку вот такому дереву поставить ладонь пальцами не касаемся и поставить его так вот трясти движение волна пойдет до самого верха и посыпется листва либо орехи либо желуди ну что-то вас на либо снег да что-то вас должно посыпаться вот теперь давайте посмотрим то есть это такое быстрое движение похоже на тремор я его так изображу быстро-быстро-быстро там все трясется растрясаем спину и поперечные отростки вот здесь значит первое движение вот мы раскачиваем запястье ой запястье в смысле за крестец вот этот двойной концевой захват вспоминаем да разминали большие пальцы это руки ходят против друг пальцев другой руки а здесь у нас вот она мышцы она уже поэтому захват нас вот такой вот узенький получается она должна вот так тетила змейкой до этого мало мы добавляем вот этим запястьем еще и движение вот такое вот как мы раскачиваем и растрясаем человека тряска осины опять начинается с крестца вот рука прямая поставили да и делаем шаг вперед чтобы весел в паразисе движения переносить сюда смыдаем своим телом вверх и декомпрессируя его вперед и вниз примерно на 45 градусов вот такое движение следующее движение похоже только она называется каблучок потому что как бы вот киваем или каблучком подбиваем значит проходим плавающие ребра и зону где нету поперечных сочинений нас интересуют именно они то есть хрустит позвоночники не конкретно сам позвонок вот этот хрустит именно боковые там задние поперечные сочинения его всякие вот мы их расшатываем таким образом пропускаем вот это место пропускаем плавающие ребра замене почки находятся и идем выше примерно от десятого позвонка грудного до получается вот такое движение вверх вот такой вот движение рука пошла вниз а это рука на пальцы вверх ну берегите все запястье запястье должны размяты чтобы не проводить себя то здесь опять мы с крестца спускаемся промахивать мимо естествых отростков сбоку видимо повелитобральной мышцы тут чуть-чуть расслаблен а вот уже нужно посильнее тут уже можно маневрировать амплитудой это получилось у нас движение вниз по вертикали и вперед уже у нас добавилась третья координата z получилась декартова координата да мы вышли из плоскости вот нас интересуют вот эти вот видите синенькие показаны это систо отростки а вот сбоку это вот поперечная астисты вот если так отодвинуть кожу да потому что вот они видны вот вот поэтому сюда в основном движение у нас в них можете пощипать здесь находится вот поэтому в них мы вот бьем снизу вверх следующий координат у нас цилиндрические то есть мы будем вращать тело вокруг оси оси позвоночника естественно значит изначально вот прощупываем позвонки ну в данном случае нам диагностики но еще нужно мы просто пока еще массаж делаем и по астистам отросткам вот они как пальцы да вот сзади торчат мы должны понимать ровно или нет если они повернуты значит они ротированы сам позвонок как у боротина помните делу вот то есть нам надо сейчас тык-тык-тык постучать в каждую астистый отросточек прямо в него ну вы не бойтесь вы сначала наделом с этой стороны потом с другой стороны да вы во первых ничего не повредите и не надейтесь что вы прям его возьмете и пальчиком вот так повернется там достаточно все жестко вы его не развернете наша цель только расшатать до добавить больше мобильности движение состоит из трех частей вот самого подшатывание да вот подбиваем его и за ребра видите подкручиваем вот вот крутится извини немножко болезненно здесь вот второе движение это выжимка вот мы как выжимали да так и тут же выжимаем только мы больше делаем упор на большой палец чтобы попасть как раз между порой собрали мышцами и арсистом отростком в него как раз мы подбиваем ну смотрите как угодно может зайти к тела человека кто терпит можно вот так вот зайти до кто не терпит можно вот так вот вот наши пальцы здесь может чуть по диагонали можно вот так плоскости рожда видашу помягче было это выжимку мы делаем это подбиваем и заодно еще мы тестируем подушечка пальцев она очень чувствительная минут проводя так вот медленно тестируем где что не так в организме где-то идет мышечный тяж вот такой да где-то какое-то уплотнение появилось где-то может быть там липома где-то может быть там позвонок слишком повернут да он прям чувствую что вывернуть сюда вот в сторону да ну в общем что там это обнаружил это на борт ямка будет какая-то да чтобы понять что здесь нас пальцев вот можно такой спирит привести до ложку согреваем смазываем маслом и легонечко капельку надо и ложечка так я даже не держу практически да вообще легонечко легонечко отведем главное нам научиться чувствовать чувствительность чувствительность наших пальцев свой момент мы просто для диагностики такой в этот момент мы отключаем голову отключаем сознание свое покажи наверх мы не смотрим что чувством пальцем то есть через пальцы должен передаться в мозг что где-то не так где-то будет бугорок какой-то ложка закачается где-то на застряли там вот раз идет дальше где-то что-то еще будет повернется вот так вот то есть где-то что-то будет не так да вот мы чувствительность своих пальцев как бы настраиваем и также вот легонечко не сильно доведая большим пальцем входим и щупаем где что там происходит не так для себя это все как бы регистрируем с чем потом мы будем работать да у человека можно подтвердить какое-то доказательство так вот у себя вот тут что-то не так ты чувствуешь да болеть есть да вот тут немножко болит да а вот тут напрягается мышцы просто скованы уже расслабился сейчас уже легче да вот расслабился сразу уже легче стало вот то есть также мы его вот как бы протестировали и сами его предупредили тут проблема тут проблема это будем делать это будем делать сюда рыбу заворачивать вот запомните три вида координат до плоские тут в этой плоскости мы расшатываем трехмерное 3d это мы вот туда продавливаем и цилиндрический это мы вот так вот его как бы играем как на клавишах на оси тык 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 можно играем гамму да не хватает голоса на фазе перешел с вами был олег олов гудвин а в следующем видеоролике мы продолжим наш программ обучения и там будет еще кое-что интересное мы перейдем на более жесткие методы на кулачковой техники и дело в том что когда мы внедрили палец это мы в первый раз показали тело человека и его подсознание что будем работать еще глубже и перейдем уже к жестким методам таким жестким проминаниям об этом все еще видеоролики если вы нас только смотрите в ютубе вы потеряете все эти ролики лучше приходите сюда обучайся здесь мы вам поставим руки вы уйдете в понедельник готовым специалистам пока пока